Маткульт, привет всем! Вот так, Маткульт, привет! Я недавно выступил на канале, который называется Техникум. А записывался я в помещениях Russia Today. Впервые был в Russia Today. Вот. И мы записали отличный разговор, который называется «Зачем тебе математика?» Ну и как-то смотрят мало, а там у них остальные-то видео очень много смотрят. Но вот мы решили, что надо сделать рекламу этого выступления здесь, но просто так рекламу глупо делать. Поэтому я разбираю ту задачу, которую я дал на канале Техникум и предложил в комментариях порешать. А именно надо построить правильный пятиугольник, ППП, построить правильный пятиугольник, с помощью циркуля и линейки. Вот. Ну и, собственно говоря, с места в карьер. Потому что это одна из тех задач, которые мне настолько поразили. Меня вот когда я придумал решение с некоторой небольшой подсказки нашего классного руководителя, я его придумал, я понял, что вот реально красивей математики ну ничего на свете быть не может. Вот просудите сами. Значит, как мы будем строить этот пятиугольник. Кстати, Тему Лебедеву я убедил на основании в том числе и того же самого примера вот этого построения правильного пятиугольника. Сейчас мы от начала до конца это проделаем двумя разными способами. И, наверное, это баян. То есть я думаю, что в интернете эти записи мои уже многократно присутствуют. Но давайте прямо отдельно запишем и заодно порекламируем вот эту мою беседу. Итак, как мне его построить? Ну, надо представить себе, что я его построил, правильно? Прежде всего. Тогда, конечно, напрашивается еще и центр отметить. Окружность какую-нибудь провести. Вокруг. Вот. Ну и ясно, что речь идет о том, чтобы как-то вот отложить вот этот угол. То есть если я умею откладывать этот угол, то я уже все и построил. То есть я отложил угол, взял точку пересечения, соединил. Ну и дальше тем же зазором туда-сюда, пятое-десятое. Все готово. То есть речь идет об этом углу. Угле. Угле или углу, интересно? Об этом угле, наверное. А угол этот равен, ну, капитан очевидность, говорит, что 7 из 2 градуса. Потому что это 1 пятая от развернутого. Значит, итак, задача построения правильного пятиугольника сводится к задаче отложения угла в 7 из 2 градуса. И тут возникает идея. Какой треугольник с углом 72 градуса первым приходит в голову? Конечно, надо было дать подумать вам, ну уж ладно. Дело в том, что с углом 72 градуса приходит в голову, конечно, несколько разных треугольников. Может быть, например, прямоугольник кому-то приходит, очень красивый прямоугольник, треугольник с углами 72 и 18. А кому-то приходит в голову с углами 72 и два одинаковых оставшихся, соответственно, по 54. Но вот нужен на самом деле третий и последний, а именно в котором 72 вот это и вот это. А это, соответственно, остается накопленные 18 плюс 18, то есть 36. И вот тут-то начинается гениальная красота. Дело в том, что если провести в нем биссектрису вот этого угла, биссектриса, да? Крыса, которая бегает по углам и делит их пополам. То вот это тоже 36, а значит, этот равнобедренный. Ну и вот это тоже 36, а значит, блин, этот тоже равнобедренный, причем такой же, как большой. То есть получается такая офигеннейшая конструкция, когда треугольник ABC оказывается разбит биссектрисой на два тоже равнобедренных, один из которых подобен исходному. Более того, так как эти два угла равны, то это то же самое, что это. У нас три одинаковые стороны. А теперь, внимание, из того, что треугольник ABC аккуратно подобен треугольнику ABC, значит, соответственно, BCD. Тут нужно соблюсти обычное правило для геометрии, что подобных вершин должны идти, чтобы образовывать ровно такие же углы. ABC, например, угол равен углу BCD именно. То тогда и пропорции одинаковые. Пропорции-то будут тоже одинаковые. Значит, AB делить на BC равно BC делить на CD. Вот так. Но, однако же, если вот это обозначить за единицу, ну, неважно, да, почему бы нет, а это за х, то у нас получается из этого, что х, то бишь AB, делить на 1, то бишь это все вместе будет равно х, равно снова 1 делить на сколько? Вот здесь было х, а я вычел 1. Соответственно, х-1. Это е, х квадрат минус х минус 1 равно 0. А это, друзья мои, золотое сечение, всем известное. То бишь х равно 1 плюс минус, ну, минус там будет отрицательное число, плюс корень из 5 пополам. Ну, а построить корень из 5 можно тоже двумя разными способами. Первым способом это общая идея построения корней, как строят корни. Когда мне нужно извлечь корень из этого отрезка, имея единичный, я провожу вот так диаметр, ну, как бы это диаметр, это полуокружность, поднимаю вверх перпендикуляр, и вот это корень из-за. Докажите сами из подобия треугольников. Ну, а в случае 5 вообще легко откладываешь 1 и еще раз 1, соединяешь и по теореме Пифагора. Ну, а дальше, понятно, сложился единицы, поделил пополам, вот тебе х и проведен. То есть, имея единицу, ты можешь провести х, найти этот отрезок, ну, а проведя х, ты, соответственно, вот этот треугольник весь воссоздаешь, а значит, воссоздаешь угол в 72 градуса, после чего можешь получить правильный пятиугольник. Это решение номер 1 было, но еще будет решение номер 2, через комплексные числа. И когда Гаусс построил 17-тиугольник, он использовал полную аналогию с решением номер 2. Итак, теперь сюда будет единица, простите, чуть-чуть повернуто получилось, а это корень пятой степени из единицы, отличная от самой единицы, которую мы назовем кси. Тогда это кси квадрат, понятно дело, это кси в кубе, это кси в четвертой, а это один, оно же кси в пятой. То есть обозначим за кси первый с самым маленьким углом корень пятой степени из единицы комплексной, то есть косинус 72 плюс и синус 72. Тогда все остальные это квадрат, куб четвертая степень, пятая степень, у нас же единица. И из симметрии ясно, что 1 плюс кси, плюс кси квадрат, плюс кси в кубе, плюс кси в четвертой равно нулю. Ну тут опять же несколько способов это понять. Можно из симметрии, а можно, значит, понять, что это сумма, значит, это вот все эти, удовлетворяют уравнению, кси в пятой минус один равно нулю, это все различные пять корней. Значит, потеряем Виетта, их сумма равна коэффициенту при х четвертой, а он ноль. Но еще проще. Дело в том, что сумма вот такой симметричной картины векторов, ей просто нечему быть равным, кроме как нулю. Если бы оно было равно чему-нибудь положительному, это положительная, ну в смысле положительной длины, оно бы не изменилось при повороте на 72 градуса, потому что сама сумма не изменяется при повороте на 72 градуса. Но единственный вектор, который не меняется от поворота на 72 градуса, это нулевой вектор. И вот это самое там красивое, это решение исходя из идеи теории групп, что у нас есть вот такой вот симметрия. У этой суммы есть симметрия в 72 градуса, а симметрия в 72 градуса может быть только у нулевого вектора. Значит, сумма равна нулю. Вот. Но это означает, что если я обозначу х вот такое, а у вот такое, то у меня получится следующее, что х плюс у равно минус единицы, ну это в точности переписано, это уравнение. А вот xy равно, теперь нужно вот взять и как-то в уме, понимаете, вот в уме, да, понять, что xy на xy квадрат, это xy в кубе, а xy в четвертый на xy квадрат, это извините xy, потому что xy в шестой, то же самое, что xy, у нас это архитмедская остатка по модулю 5 на самом деле, в пятиугольнике воспроизводится. xy на xy в кубе, это xy в четвертый, ну и конечно вы догадываетесь, что xy в четвертый на xy в кубе, это xy в седьмой, оно же xy квадрат. То есть блин, опять минус один. Итого, вот эта вот сумма равна минус единице, и произведение тоже равно минус единице. Поэтому если мы напишем уравнение, вот такое, z минус x на z минус y равно нулю, то у него корни будут как раз и x и y, корни, ну как бы z, мы ищем z, xy у нас фиксированы числа здесь, а z это переменная. Но с другой стороны, если я раскрою скобки, ну фактически я сейчас доказываю теорему Виета, то это уравнение будет z квадрат плюс z минус один равно нулю, потому что x плюс y равно минус единице, и x и y тоже равно минус единице. Но опять я, это значит, что z я умею находить, да, но вот дальше сами можете додумать, чему она равна на этот раз корень из пяти, минус один пополам. И это значит, что я знаю, чему равна вот эта сумма, она равна корень из пяти, минус один пополам, и это я могу построить циркулем и линейкой. То есть сумму x и x в четвертый строить я умею, но сумма x и x в четвертый, это вот этот коротенький векторок, который вот в этом направлении идет, направление единицы, мы его еще раз пополам разобьем, восстановим перпендикуляр и получим две вершины нашего пятиугольника. Остальные две вершины, естественно, тоже после этого мы отложим. Вот так решается эта задача, дорогие подписчики канала Техникум. которые теперь еще и подписчики канала Маткульт Привет. Короче, всем Маткульт Привет. Привет из Майкопа.